Сегодня состоялась онлайн-конференция главы с работниками культуры. Подробнее мы о ней расскажем в ближайшем выпуске новостей. А пока о тех, кто получил высокую оценку за труд, государственные награды. В этом числе преподаватели детской художественной школы Наталья Щирба и Ирина Бабенко. На уроке Наталья Щирба рисует на первый взгляд незамысловатые вещи. Однако педагог говорит, у каждого ребенка свой особый взгляд. Для некоторых ребят творчество – хобби. Настя Деордеева три года занимается в художественной школе, в будущем собирается стать дизайнером. Для меня художественная школа – это когда научишься в моих представлениях, когда научиться красиво рисовать, и потом, например, портреты. Это очень красиво. Наталья Константиновна, она нам всегда помогает, всегда рассказывает, рассказывает, как строить, что строить. Ну, в общем, она как вторая мама. Наталья Константиновна, она добрая, она – это самое главное. Она хорошая и никогда не ругает. Например, вот если у меня что-то не получилось, она берет и начинает меня поправлять. Потом объясняет это все, чтобы я не просто, чтобы она мне нарисовала, а чтобы я именно поняла, что рисовать. Наталья Щирба учит детей рисовать. Она педагог со стажем, любит делиться опытом с коллегами. Она неизменный участник конкурсов и выставок в городе и республике. Ее гордость – ученики, призеры республиканских и городских конкурсов. В детской художественной школе нашей я работаю уже 32 года. И эту школу я заканчивала в первом выпуске. Не все, конечно, становятся художниками, не все приобретают специальность, связанную с изобразительным искусством. Но всегда то, что мы даем человеку, мне кажется, пригодится для культуры общего, для общего развития. Младшие классы, здесь шести-семилетки, делают свои первые шаги в искусстве. Они готовят свой подарок в ярких, насыщенных красках к 75-летию Бендерского управления культуры. К каждому из них была раздана буковка. И эту буковку они решали уже сами. И по цветовой гамме, и по орнаменту. То есть каждый из них воплощал свою идею в жизнь. Ну и в принципе так мы и работаем с детками. Мы даем им развитие. То есть не просто, чтобы они срисовали, например, посмотрел, ты срисовал и считаешь, что ты уже научился рисовать. Нет. Мы даем им развитие. То есть чтобы они думали сами, они создавали, чтобы они были творцами. Да, очень нравится. Рисовать это очень весело и очень приятно. Мария Николаевна очень добрая. Она никогда не ругается. Она самая лучшая учительница во всей школе. Ведущий педагог школы Ирина Бабенко, выпускница этой школы, уже почти 20 лет преподает здесь. С любовью следит за судьбой каждого своего ученика и гордится ими. Творчество – это ее работа и хобби. Занимается настенной живописью, создает картины и барельефы. Неоднократно участвовала в республиканских выставках «Отличный работник культуры». Говорит, больше половины ее учеников выбирают профессии, связанные с изобразительным искусством. Эта профессия для меня очень много значит. Привить к ребенку не только любовь к искусству, а немножко поменять его взгляды на жизнь, немножко изменить его мироощущения. Вот это как-то за душу берет. Когда ты видишь, ребенок приходит к тебе маленький, как маленький котенок, который не понимает, что его дальше ждет в жизни. А ты ему открываешь глаза на мир, видишь, помогаешь увидеть этот мир по-другому. Мне нравится рисовать, потому что там можно свою фантазию нарисовать, можно какую-то другую тему нарисовать. Например, про зиму, про каких-то животных, про морских животных. Вот про черепаху можно нарисовать. Мне тут интересно, потому что мне очень нравится рисовать. Когда рисуешь, проявляется своя фантазия. Мне все нравится, все вот эти вот темы очень интересны. Иногда что-то может задавать про наш город нарисовать или надпись сделать. Через три года художественная школа отметит 60-летие. Здесь развивают способности детей. Они познают живопись, рисунок, композицию, историю искусств, скульптуру. Но главная мечта педагогов, чтобы их ученики стали творческими людьми и применили полученные знания в будущей профессии.